Всем привет дорогие друзья, с вами снова Александр Мордынский и очередная распаковка посылочек на моем канале. В общем посылочка с JD.com шла около 20 с лишним дней, СПСР мне сегодня вот привезли. Что я могу сказать? JD опять мне не дали нормально трек номер, то есть они дали какой-то непонятный левый, не указанный на посылке. Они мне не отвечали, как обычно, но пришлось купить, потому что в других магазинах, в других местах попросту этот телефон не продают, как вы уже догадались из названия. Здесь у нас находится Вайли Фокс Шторм, как обычно стандартная упаковка JD, смотрим, убираем ее в сторону, она больше не понадобится, пупырка и, знаете, упаковка точно такая же, как у Вайли Фокса Свифт. Я даже не знаю, точно ли это Шторм. Да, точно, здесь написано Вайли Фокс Шторм, модель, все дела. Вот так вот она выглядит, точно так же, как у Вайли Фокс Свифта, рыжая такая упаковочка, ярко бросающаяся в глаза. Телефон не распаковывали, не проверяли. По поводу того, что Вайли Фокс куплен на JD. Во-первых, для тех умников, которые будут мне говорить, что дешевле купить на официальном сайте и быстрее, не быстрее. Читайте мелкий шрифт. В частности, там написано, что аппарат все равно вышлется вам из Китая, плюс вы еще за доставку будете доплачивать, а на JD она бесплатная, по крайней мере. Так, смотрим, вот так вот, как обычно, упаковано это все дело, премиально. Вау, вот вы знаете, вот я его сейчас только достал, даже не достал еще, и он мне уже сразу напоминает этот самый, как он назывался-то? Ван Пласс. То есть телефон выглядит так же, как Ван Пласс. Так, на экране нету транспортировочной пленки, есть вот сразу защитная наклеена, и то она какая-то, видно будет, не видно, смотрите, с какушками, которые не оттираются. То есть пленочка уже такая видавшая жизнь. По поводу комплектации, да, сразу по поводу комплектации. Комплектации у Вайли Фоксов нет, фактически у Вайли Фоксов нету комплектации. То есть бумажки, обильное количество бумажек, и кабель. Все, больше нет зарядки, к нему не прилагается, наушников, естественно, тоже. Потому что телефон считается как бюджетный. Ну и по поводу его бюджетности я скажу, что обошелся он около 200 долларов. То есть чуть меньше 200 долларов, он 190, он стоил. Не будем вдаваться в подробности. Давайте пробежимся по внешнему виду. Задняя крышка такая из шершавого материала, написано Вайли Фокс, логотип лисы, камера. Камера прикольно сделана, у нее сделано обрамление, такого рыжего цвета, золотистого. Насколько я знаю, крышка несъемная, как и аккумулятор. Здесь у нас лоток под сим-карты сдвоенный, в него можно установить SD-карточку, кстати, ключ. Давайте посмотрим. Неужели даже ключа в комплекте нет? Что-то я не верю в это. Должен быть здесь, наверное. Да, есть. На самом деле интересный ключ. Я не знаю, зачем здесь вот вторая сторона, но сделана оригинально, по крайней мере. Давайте достанем лоток, посмотрим, как он выглядит. Ничего сверхъестественного, обычный лоток под, насколько я понимаю, одна наносим, вторая микросим. Ну да ладно, можно установить карточку microSD. Задвигается просто. Давайте включим уже телефон, наконец. Очень приятная вибрация, сразу то, что бросилось в глаза. Так, по экрану, давайте приближимся по экрану. Ну, экран не AMOLED, экран IPS, матрица, насколько я знаю, Full HD. Ну, выцветания небольшие присутствуют по черному цвету при критических углах отклонения. Но при таких углах никто телефоном, естественно, пользоваться не будет. Ждем. Первое включение. Вот это мне интересно, что это. У него спереди еще вспышка есть для селфи. Кнопки с подсветкой. Назад, домой, многозадачность. Вас приветствует Cyanogen OS. Естественно, в Cyanogen всегда присутствует огромное количество языков. Далее. Сейчас сразу подключимся к Wi-Fi, проверим обновление. Так, ну, по поводу дисплея скажу, что дисплей пока мне нравится. Пока что дисплей хороший, четкий, каких-то пикселей не видно, каких-то отдельных завалов по цветам тоже не видно. На экране камеры я вижу, что немножечко баланс белого-желтоватый, но я думаю, это не критично. Добавить аккаунт Cyanogen. Ну, как обычно, очень много циановского всякого мусора. Можно использовать наэкранные кнопки вместо аппаратных. То есть аппаратные вроде как должны выключиться. Начать использование, наконец-то. Загрузилась у нас темка наша. Обновления системы какие-то сразу прилетели. Давайте увеличим яркость и выключим автояркость. Ну, видим, то есть прилетело обновление сразу на систему, и оно уже автоматом обновляется. Так, дисплей. Адаптивная регулировка выключена. Пока что отменим. Выключать экран при двойном нажатии строки состояния. Удобно. С учетом того, что экран достаточно-таки большой. Стандартное окно разблокировки. То есть ничего здесь нет. Можно запустить звонилку, можно запустить камеру или просто разблокировать. Плюс уведомления. Индикатор батареи. Разноцветный. В общем, Cyanogen это хорошая вещь на самом деле, потому что он очень гибок в настройке. Видим версию Android 5.1.1 от ноября. То есть сейчас сразу обновим тогда и посмотрим, что нам предложит обновление. Что ж, обновилась у нас система. Вот до таких показателей. То есть видим, что дата сборки у нас 18 декабря 2015 года. И говорит, больше обновлений нет. В принципе, что я могу сказать. Обновляется достаточно-таки быстро, но, естественно, ничего не лагает. Здесь 8 ядер, Qualcomm Snapdragon 615. Естественно, 3 гигабайта оператива. По поводу камеры. По поводу камеры я скажу следующее. Меня очень удивило то, что... Смотрите, какая здесь здоровенная оптика. То есть какой здоровый глазок оптики. 27 мегапикселей, насколько я знаю Sony. И сейчас для сравнения мой Meizu MX5. То есть просто сравните, насколько здесь в Wiley Foxy должен быть более светосильный объектив. Ну и давайте сразу проверим по поводу этой же нашей камеры. Как она будет работать. Я думаю, это больше всех интересует людей. Так, сохранять место съемки. Да. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть по настройкам. По настройкам. Качество 100%. Размер фотографии. Обильное количество настроек. 27 мегапикселей максимальное. Так, определение лиц. Фокус касанием. ISO. Что здесь есть по видео. 4К, естественно, она не должна снимать, поскольку процессор не вывезет. HD 1080p. Возможность замедленной съемки. Возможность выбора видеокодека. MPEG-4, H.264. Аудиокодека. Съемка кнопкой питания. Масштабирование. Режим лепши. Яркий экран. Так, вот яркий экран это всегда полезная функция, поскольку лучше видеть все в насыщенных цветах. Ну и давайте посмотрим, что у нас есть по автофокусу. Так, выключить вспышку. И быстренько так приблизим. Ну скажу, что фокус работает отлично. Он постоянно пытается уловить картинку. Но он не настолько быстрый, как у Meizu. То есть здесь нет лазера. И по поводу камеры здесь не сдвоенная светодиодная вспышка, а одиночная. То есть не будет такой компенсации при использовании вспышки по цветам. Ну давайте сфотаем. Так. И что-нибудь мелкое, типа текста сзади. На автонастройках. И ручной фокус. Да, то есть сразу производится замер экспозиции. И давайте поглядим, что у нас получилось. Так, так. Ну, на автонастройках, конечно, пойдет. Здесь. Здесь более лучше. Так, и камера наша Meizu. Ну, вообще, знаете, очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Видите, мощей у процессора не хватает. То есть когда мы передвигаем картинку... Сейчас попробую еще приблизить. Когда мы передвигаем картинку, у нас начинает картинка пикселизоваться. То есть она не обрабатывается в реальном времени. Смотрите на линию. Сейчас отпущу. И все становится гладким. То есть производители хитро сделали на самом деле. Давайте проверим фронталку. Поскольку она здесь какая-то заумная. И судя по всему... О, да. Ну-ка. Так. Что по настройкам у нас? Качество 100%. 8 мегапикселей у нас. Видео снимать умеет 720p. Но тоже неплохо. Плюс у нас здесь вспышка есть. Насколько я действительно понял. Давайте попробуем со вспышкой. Как она вообще выглядит. Как она работает. Ну, вы знаете. С учетом того, что даже днем вспышечка сработала. То есть вот без вспышки. Вот со вспышкой. И добила почти до потолка. Плюс засветила камеру. Вообще фронталка отличная. Смотрите, какая детализация. То есть видно мою небритую рожу. Видно надписи 4K. Wi-Fi. Все супер. Все остальное будет в полном обзоре. Пока скажу, что телефон отличный. И вот этот вот корпус. То есть он не сильно марки. Естественно, он заляпывается. Если у вас руки потеют. Аппарат немножко греется при использовании. В этой области у нас, видимо, находится процессор. Здесь идет наиболее сильный нагрев. Батарейка на 2500. 3 гига оперативы. Памяти свои 32 гига. Давайте посмотрим, сколько доступно из 32 гигов нам. Так. Это батарея. Батарея мне неинтересна. Так. Плюс возможность расширения флешками до 128 гигов. Доступно 25,5 гигов. Это более чем достойные показатели для 32 гигового телефона. Ну и плюс, естественно, у нас тут ничего даже выгружать не надо. Все отлично работает и так. И даже окей, Google работает по дому. Так, что я скажу. Пока что телефон нравится. Вот эта вот поверхность, наиболее так я с ней сейчас повзаимодействовал, так сказать. Она напоминает что-то бархатное. То есть, то ли бархат, то ли замшу. Очень интересные ощущения. То есть, это не пластиковая кожа, как у Samsung. Это не металл, как у iPhone'ов и Meizu. Это действительно что-то такое приятное. То, что даже комфортно держать в руке. И кнопки очень маленькие. То есть, очень маленькие кнопки. Даже по сравнению с тем же Meizu опять вот. Возьмем сейчас, посмотрим. Видите, какие малюсенькие кнопочки. То есть, просто так мимо вы никуда не нажмете. И случайно нажатия здесь будут исключены. Кнопки тугие. Ход хороший. Что скажу. Все. С вами был Александр Мордынский. Распаковка Wiley Fox Storm'а. Нового флагмана от дочерней компании Fly. Мне очень пока понравился. За такие деньги реально достойный телефон. Плюс тестирование камеры в 4K. Ну а с вами был Александр Мордынский. Всем удачи. Всем пока. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте. Подписывайтесь на Инстаграм. Там бывает всякое. Пока.